Риппи Риппи Ну, что бабушка прислала? Самую лучшую вещь в мире Огромный помогатор! Что, и помечтать нельзя? Если бы помогатор Книгу Ого, это же остров сокровищ! Какая разница? По-моему, книги – это скукота Согласен Вы чего? Там же приключения, путешествия! А я думаю, там одни буквы! То есть, вам совсем не интересно? Неа! Жаль, вообще-то тут не только буквы, но и картинки Какие? Большие, красочные, на всю страницу Может, картинки посмотрим, а? О, пираты! Целая банда! Э-э-э, Ксимка, помоги! О, какой череп! А тут что? А это мальчик надо читать Ну-ка, читай! Ладно! Завладев картой, пираты отправились за сокровищами! Они шли долго-долго! Дорога была извилистой и уходила то вверх, то вниз! Наконец, вдали показалась та самая сосна Она возвышалась над зарослями почти на 200 футов! Чувствуя, что сокровища близко, пираты бросились вперёд! Даже Фильвер заскакал на своей плянной ноге! Через мгновенье все стояли у огромной ямы! Она была вылита давно, края у неё уже осыпались, а на дне росла трава! Здесь валялись старые доски от ящиков! Но никакого сундука, полного несметными богатствами, не было! Кто-то уже побывал здесь и увёл сокровище прямо из-под носа пиратов! Семьсот тысяч пунктов стерлингов исчезли! И что было дальше? Кто забрал сокровища? Читай! Зачем? Это же скучно! Не очень-то и хотелось! Да! Попался, который зачитался! Я картинки хотел посмотреть! Как ты мог? Без меня? Держите! Кусачечка, отдай книжку! Ну, пожалуйста! Тянись сильнее! Есть! Ой, порвалась! Что же теперь делать? Чинить! Чинить! Древности книги переписывали вручную, а сегодня печатают в типографиях. Сначала их верстают, расставляют по местам текст и картинки. Потом для всех страниц делают заготовку из металла, на неё наносят краску, которая отпечатывается на рулоне бумаги, рулон разрезают, и листы складывают в стопки или тетради. Их сшивают и получают книжный блок, который приклеивают к обложке. Вот так, осторожно! Готово! А дальше-то читать будем! Вообще-то кое-кому спать пора. Ну, немножко. Что, уже не скучно? Дим Димыч, ты читаешь? Мам, такая интересная книга! И вообще, это лучшая вещь в мире! Растёшь на глазах. Ну, давай-ка ты завтра продолжишь. Пора спать. Ладно. Уже и потрепать успел. Это мы с Кусачкой книгу не поделили. Она тоже почитать хотела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Башня Дедушка, почему мы и дома учимся? Разве это учёба? Один тест, и я вас отпущу. Привет! Всё занимаетесь? А мы попрощаться заскочили. Летим в путешествие. Ого! Одни? Да нет. Спаси, конечно. Что, Симка, скучать будешь? Вот ещё. Вы же ненадолго? Может, и навсегда. Так, то есть как? Вы не можете так просто уехать? А это Бася решила. Хочет башню посмотреть. Так мы и здесь этих башен настроить можем. А зачем? Как учебное пособие. Нельзя же ничего не знать о великом архитектурном сооружении. Кстати, к какой башне вы едете? Мы не помним. Хм. Что стоите? Помогайте! Сломать башню из копиков легко. А настоящая стоит сотни лет. Сначала инженеры ищут для неё место, где почва точно не просядет. Архитекторы делают 3D-модель будущего дома. Затем строители заливают фундамент и строят этаж за этажом. Когда высоты подъёмного крана уже не хватает, в него добавляют секции. А если башня планируется очень большой, детали подвозят даже вертолётами. Ну, про эту башню Бася говорила? Не-а. Тогда сделаем новую. Может, просто фото посмотрим? Для тех, кто не хочет строить, всё ещё есть тест. Хм. Ну, конечно. О чём я думал? Ах! То, что нужно! Она? Не-а. На ней она сто раз была. М-м-м. Вспоминай. Что она ещё говорила? Ладно. Нам пора... Стойте, стойте. Сейчас соберём другую. Деду, а что Дим Димыч родителям скажет, если они всё это увидят? Скажет, он сам сделал. Быстрее! И чего дедус из-за этой башни так переживает? Если бы из-за башни. Люди строили башни с древних времён. С высоты было удобно вести наблюдение. Вдруг приближается враг. Тогда же появились и первые маяки, освещавшие путь кораблям. Это тоже башни. В средневековье на них начали вешать колокола. Если где-то разгорался пожар, смотритель звонил изо всех сил, и все бежали на помощь. Потом на башню в центре города поместили часы, чтобы узнавать время. Затем стало ясно, что внутри строения такой формы можно хранить воду. Сегодня самые высокие здания – это телебашни. Но не только. Современные небоскрёбы сооружают для офисов и даже как жилые дома. Опять не то? А вы вообще уверены, что летите смотреть башню? И как её удержать? Кого удержать? Башню пизанскую заваливается. Ой, сколько башен! Этот дегас построил для вас! Гениально! Ничем не хуже оригинала. Так оставайтесь. Ну, зачем куда-то уезжать? Хотите, ещё соорудим? Какая ваша любимая? Не знала, что вы такой деятельный. Бася, может, правда, ещё побудем? Тут школа, друзья. И что мне с вами делать? Ладно, так и быть. Оставайтесь с профессором, а я полетела. Вы ведь присмотрите за мальчиками? Ну, как же! Не волнуйтесь, я на пару дней. Куда я без вас? Какая же это башня? Тут целый замок. Волшебная палочка О, Дим Димыч, ты как здесь оказался? Очень просто. Мне волшебную палочку подарили. Вот. Класс! Какая ещё волшебная палочка? Я не верю. Ну и зря. Она любые желания исполняет. Смотри. Не хочу сегодня идти в школу. Сто тысяч ты тысяч! Дим Димыч! Только что звонила учительница, говорит, что твоя школа куда-то исчезла. Странно. Значит, я в школу не иду? Ну да. Вместо школы пойдём в зоопарк. Ура! Вот это настоящее чудо! Чудес не бывает. Бывают иллюзии. А что такое иллюзия? Это когда мы видим совсем не то, что есть на самом деле. Фокусник достаёт кролика из пустой шляпы? Думаете, это волшебство? Нет! Это просто иллюзия! На самом деле кролик спрятан в столике, на который фокусник кладёт свою шляпу. А в донышке шляпы есть потайная дверца. Фокусник просовывает в неё руку, хватает кролика за уши и... У каждого фокуса есть свой секрет. У каждой иллюзии объяснение. А эта палочка всё равно волшебная. Хотите, я вам сейчас тоже кролика достану? Сто тысяч! Ой, не получилось. Ну и кролик. Сейчас ещё раз. Сто тысяч! Тыдыщ! Сто тысяч! Тыдыщ! Дим Димыч, может хватит? Нам одной кусачки хватало. А теперь их три. А-а-а-а-а-а-а-а-а! Эй, Дим Димыч! Скажи своим кроликам, чтобы так круто не лаги! Ой! А-а-а-а-а! Эй, набросились на лавеньких! Сейчас я вас побольше сделаю! Сто тысяч! Не тыщ! Ай! Что? Испугались? Но тут белые за маленькими гонятся! Я большой! Я большой, как Дим Димыч! Я большой! Ой! Нолик, осторожно! Ой! Ой-ой-ой! Как вы такие большие живёте? Неудобно же! А я думал, это вам, маленьким, неудобно. Дим Димыч, ты готов? Ой! А почему у нас три собаки? А это кто? Нет! Ты чего кричишь? Мне приснилось, что у меня волшебная палочка! И я вас случайно большими сделал! А мама увидела! Ужас! Я бы тоже закричал! Вот бы мне настоящую волшебную палочку! Мы, фиксики, не верим в волшебников, но верим в людей! Ведь люди часто творят настоящие чудеса! Когда-то полёты в небе были несбыточной мечтой! А сейчас любой человек может взлететь в небо на самолёте! Раньше думали, что на Луну можно попасть только благодаря волшебству! Но космонавты побывали уже и на Луне! В сказках люди виделись и говорили друг с другом с помощью волшебного зеркала! А теперь для этого есть интернет и телефон! Холодильник, телевизор, автомобиль, компьютер! Многие вещи, созданные человеком, умеют делать то, что раньше сам же человек считал сказочным чудом! Зачем тебе волшебная палочка? Можно было бы в школу не идти! Дим Димыч, поторопись! Мы сегодня идём в зоопарк! А в школу не идём? Хм, смешно! Может, я ещё сплю? Нет! Просто сегодня воскресенье! Вот и всё волшебство! Страховка Ну что, идём Лизоньку пугать? Спрашивай! Тогда вперёд! Ой, Нолик, ты куда? А скалолазание? Мы же договаривались! Сам просил научить! Ой, Фаер, прости! Тут просто близнецы позвали! Я тебя тоже позвал! Ну, а не раньше! Хочешь с нами? Нет уж! Фаер, ты что, обиделся? Иди, иди! Заждались уже! Хорош, друг! Променял на новеньких! Ну, ничего, ничего! Сам ещё назад проситься будешь! Подтягивайся! Эта страховка только мешает! А? А Фаер вон куда залез! И без этих верёвок! Ну, без страховки может и удобней! Зато с ней падать не страшно! На поясе у альпинистов и скалолазов Есть специальные ремни с петлей В петле пристёгивается крючок с защёлкой Карабин Он соединяет человека с прочной верёвкой Которая защищает от падения Это и есть страховка! Кстати, страховка есть не только в горах Она удерживает мойщиков окон в небоскрёбах И не даёт упасть гимнастам под куполом цирка Даже ремень безопасности в машине Это тоже страховка! Ладно, Ноличек! А что ты на это скажешь? Давай, давай, Нолик! Ещё чуть-чуть! Давай, давай, Нолик! Ещё! Ещё! Получилось! Пей! Смотрите, мы только на одну гору забрались А Фаер на десять! Я и мой лучший друг Игрик А как же я? Так, подождите По-моему, кто-то ловко монтирует Видишь? Игрик с другого снимка О, а тут вообще лаборатория видна Так что твой лучший друг никуда не забирался То есть... Ну зачем тогда? Что, Нолик, скукотища у вас? Ха-ха! Куда твоим скалолазом до меня? Ага! Врёшь, ты тоже лучше всех! Чего? Твои горы ненастоящие! С чего это ты так решил? У тебя даже страховки нет! А она мне не нужна! Эй, остановись! Упадёшь! В отличие от вас, я ничего не боюсь Скорей, в лабораторию! Он без страховки сорвётся! Пусть его Игрик страхует! О, а! А-а-а! 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 Помогите! А? Фаер, держись! Мы тебя спасём! Прежде чем пойти в настоящие горы Новичкам лучше потренироваться на скалодроме с инструктором И хоть горы там искусственные Всё равно важно соблюдать правила Из одежды лучше всего подойдёт спортивный костюм На ногах должна быть специальная обувь с нескользящей подошвой Лезть можно только тогда, когда инструктор проверит Правильно ли надета страховка и надёжно ли она закреплена В ожидании своей очереди отойдите от стены Не то на голову может спуститься другой скалолаз И никаких салфий на высоте Падать со страховкой не страшно, но добраться до вершины куда интереснее Ты же мог погибнуть! Можно подумать, кто-то переживал Мы все переживали! Правда? Нолик, ты мой самый лучший друг! Угу, Игреку не говори Кстати, хорошая высота! Полезли? Но чёрт по нашим правилам! Би-би! Би-би! Опа! Ха-ха-ха! Ха-ха! А-а-а-а! Ха-ха-ха-ха! Компас Представься, снаряд! Я здесь тысяча жертей! Симка, Нолик, вы чего это? Мы не Симка и Нолик, а отчаянные пираты! Да, пираты! Сегодня мы выходим в море! Ты с нами? Конечно! Ура! То есть, нет, не ура! Сначала пройди испытание! Ты должен найти вещь, без которой в море выходить нельзя! Я готов! А как? По схеме! Она там! А почему схема такая мелкая? Ничего себе мелкая! Мы с ней полчаса возились! От места, где стоишь, Ага, то есть отсюда! Догадался! Иди на север, пока не увидишь... Погодите, а где север? Это где северный полюс! Льды! Белые медведи! Но как я узнаю, где этот северный полюс? По компасу! Это прибор, который помогает морякам и летчикам определять, в каком направлении они плывут или летят! Наша планета похожа на очень большой магнит, у которого два полюса, северный и южный! А в компасе есть крутящаяся стрелка! Стрелка намагничена, поэтому одним своим концом она притягивается к северному магнитному полюсу, а другим всегда показывает на южный! Это я знаю! Но ведь компаса у нас нет! А мы его сделаем! Из чего? Из иголки! Мы ее намагнитим магнитом! А как она будет крутиться? В блюдечке с водой! В блюдечке с водой! Вот так! Теперь один конец иголки показывает на север, а другой на юг! А какое куда? Хотя там окно! Туда я пойти не смогу! Значит, север там! Мне нравится этот смышленый малый! Это кто из нас малый? Ну, просто так все пираты говорят! Ладно, пойдем на север! Иди на север, пока не увидишь спящее чудовище! На горизонте чудовище! Не подсказывай! Фу! Поверни налево и сделай 300 шагов! Сколько? 300! Я сам отмерял! Ага! Тогда для меня это... Раз, два, три! Теперь иди к дереву, пока не упрешься! Хе-хе! Тоже мне дерево! Ух ты! Это же настоящий корабельный компас! Пираты говорят компас! Первый компас изобрели в Китае тысячу лет назад. С его помощью китайцы путешествовали по пустыне. А через 200 лет компас появился и в Европе. Был ли этот компас китайским или европейцы сами его придумали? Неясно. Фиксики помнят лишь то, как он был устроен. Это была магнитная стрелка на поплавке, которую опускали в сосуд с водой. Только потом стрелку надели на шпильку, и компас стал похож на современный. Стрелка компаса всегда показывает на север. И если, к примеру, моряку нужно плыть на север, он плывет по стрелке. А если на юг, то в обратную сторону. Эту штуку твой папа вчера вечером принес. Ты уже спал. Ну-ка. Я сейчас. Ты куда? Север совпадает. Конечно совпадает. А как бы иначе ты сюда добрался? Теперь мой компас не нужен. Положи иголку на место. Не лкались. Музыкальная шкатулка И когда крыса лов заиграл на своей волшебной дудочке, крысы вылезли из своих нор и пошли за ним и ушли из города навсегда. Фух. А дальше что? Больше не могу читать. Ноги устали. Фух. Симка, Нолик, там что-то шуршит. Где? У папы в кабинете в деревянном ящичке. Хм. Может там мышь завелась? Дим Димыч, сиди здесь. Мы с Ноликом сходим проверим. А если ты и прав думаешь, что нам с ними делать? Они же такие огромные. Я для чего тебе книжку читал? Надо задудеть. И мы же уйдут. А где мы дудочки возьмем? Сделаем. Та-та-та-та-та-та. Понял. Понял. Погоди. Подойдем ближе. Та-та-та-та-ту. Та-та-та-та-та-та. Вот, что я тебе говорила. Ушли мыши. А давай, чтобы не вернулись, еще подудим. Давай. Так это вы тут хулиганите? Ой, дедус, ты здесь? Весь день работать не дают То крышку кто-то открывает, то вы тут дудите Это Симка придумала дудеть, чтобы ты мышей не боялся Ой, а что это за прибор? А вы как думаете? Пефималка? Нет Медзорубка Предкачёстка? Что? Ну, машинка, чтоб пятки чесать Ну ты ляпнул Это музыкальная шкатулка Музыкальные шкатулки придумали лет 200 назад Обычно внутри шкатулки есть валик, в который натыканы короткие иголочки А рядом с валиком закреплена гребенка с язычками разной длины Если дёрнуть за такой язычок, он издаёт мелодичный звук Короткий язычок звучит повыше, длинный пониже Когда валик вращается, иголочки дёргнутся разные язычки и получается музыка Газ, а что тут сломалось? Пружина соскочила Её нужно обратно заправить Поможете? Ну вот, теперь порядок А почему музыка не играет? Сначала нужно пружину ключом завести Тыдыщ! Я знаю, кто нам поможет Ну как, Дим Девич? Угадай, что это за прибор Кофемолка? Нет Мясорубка Хе-хе, ну ты ляпнул Ещё скажи, пятка чёска Тогда что? Заведи её этим ключом Узнаешь? Хочешь узнать, откуда берутся звуки разной высоты? Положи на край стола обычную линейку Один конец прижми А за другой дёрни Чем короче свисающий со стола кончик Тем выше звук Так ведут себя язычки из музыкальной шкатулки И колокольчики звучат так же Чем меньше колокольчик Тем он тоньше звенит Звук струн на скрипке или на гитаре Зависит от их толщины Толстые струны звучат ниже Тонкие выше А ещё важно, как струна натянута Возьми обычную верёвку или резинку Один конец привяжи к дверной ручке А другой оттяни Свободной рукой подёргай верёвку Чем сильнее она натянута Тем звук выше Можешь даже сыграть что-нибудь Теперь ясно Это коробочка с музыкой Не коробочка А музыкальная шкатулка Я так и сказал Ну, а что там в ней завелось? Про живо там завелось Да нет, я не про то Ну, что там шуршало? Шуршало? А это, Дим Димыч Большой-большой секрет Барабан Теперь включаем Слышите? Гудит? Я не слышу Слышу только, как Нолик стучит Нолик, ты что делаешь? Репетирую Он у нас в рок-группе На барабанах играет А ты не можешь Репетировать в другом месте? Ладно Нет, так невозможно Ну, Нолик, прекрати Голова раскалывается Гений Евгеньевич У нас в лаборатории происходит что-то странное Что? Там кто-то стучит Кто? Я думаю Барабашка Ну-ну, Лизонька, успокойтесь Я разберусь Так вот кто это безобразничит Я... я репетирую Что там? Ничего Просто прибор трактит Вот что, мой юный друг Отправляйтесь-ка Репетировать к себе домой Чтобы сделать барабан Нужно взять пустую бочку И вместо дна натянуть мембрану Без кожи или пластика Если мембрана натянута хорошо Звук получается звонким и громким На больших барабанах играют колотушкой На барабанах поменьше Палочками или просто руками Тут главное Четкий удар и точный ритм Не зря же барабан называют Ударным инструментом А еще Ударными инструментами считаются Бонги Маленькие барабанчики И мракасы Большие погремушки И медные тарелки Бок уж от кого много шума И пумные трещотки И даже ложки Да-да На деревянных ложках Тоже играют музыку Дим Димыч Можно я оттуда тебя немного постучу? Ах, стучи Я все равно уроки делаю Я так тоже могу Даже лучше могу А если так? Тогда вот так Еще так Барабанчиком я стать хочу И с мечтой О барабанах Я стучу, стучу, стучу Я стучу По батареям По кастрюлям Ложка и бам-бам-бам Может кто-то Пожалеет И подарит Барабан Барабам-барабарабабум Барабум-барабабабабын Барабын Барабын Барабара-барабабум Почему же барабаны никому не дороги, ничуть? Не до папы, не до мамы, я никак не достучусь. Я стучу по батареям, по кастрюлям ложкой. Пам, пам, 그렇지, папа, по табреям и по тарелям. Барабам! Деревимыш, давай с огнем! Барабам! Я не устал! Барабам! Как ты мне отдохнуть? Барабам! Здесь уже! Барабам! Теперь выключаем! Слышите, не гудит? Слышим! Смотрите, кто к нам пришел! А-а-а! Барабашка вернулся! А я думала, ты уже дома! Там Дим Димыч в барабане! Я оттуда сбежал! Прекрасно! Мы уже закончили! И теперь я с удовольствием послушаю вашу рок-группу! Ура-а-а! Барабам! 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 Кому это ревная кровка? Барабам! Что ты говоришь? Барабам! Барабам! Пожалуйста! Не надо так шуметь! Катапульта! Барабам! 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 Ох! Что это было? Странно! Странно, Дим Димыча нет. Не могли же его солдатики сами выстрелить? Хорошо бабахнуло, но недалеко. Да и невысоко. Ну, точно. В общем, плохо. Хорошо, но плохо. Ясно. И что делать? Надо ее задрать повыше. Эй, Фаер, Нолик, вы чего по своим стреляете? Свои? Сейчас на уроках должны сидеть. Я-то на уроках и иду. А вот ты, Фаер, почему не там? Да там скукотища. А здесь, смотри, какую вы стрелялку нашли. Эх ты, двоечник, даже название не знаешь. Это катапульта. Катапульта? Не катапульта, а катапульта. Катапульты – это старинные метательные машины. Они стреляли камнями, тяжелыми стрелами или бочонками с горящей смолой. Главная часть катапульты – специальный канат, который сильно-сильно закручивают, как пружину. Канат вставляли большую ложку. Если такую ложку оттянуть, положить в нее камень, а потом отпустить, происходит выстрел. Ух, и камень летит далеко-далеко. Ага. Вот мы сейчас и... Ух! Недолет. Какой недолет? Куда вы метите? Увидишь. Вот только ложку посильнее оттянем. Вы стекло разобьете. Голик, навались. Есть! Пристрелялись! Теперь можно и в космос лететь. Какой космос? Как лететь? Кто лететь? Я лететь! Через форточку! Жить! Прямо на Луну! Первый в мире фиксанавт Нолик! Готов ли ты к полету в космос? Готов! Нолик, вылезай оттуда! Я буду первым фиксиком на Луне! Нолик, прекрати! Что за шутки? Какие шутки? Он в космос летит! А почему не ты? Он легче. Стойте! Люди, прежде чем самим в космос лететь, собак запускали. Нет! Кусачка сюда не влезет! Симка, уйди лучше. Не мешай. Ладно, уйду. Но только если Нолик полетит в шлеме. Хм, это правильно. Шлем сейчас найдем. Метательную машину, катапульту, изобрели еще в древности, но используют и сейчас. Только с ее помощью запускают не камни, а самолеты. Например, на корабле авианосца, где самолету мало места, чтобы разбежаться. Его разгоняют катапультой. А еще катапульта спасает жизнь летчиков. Когда самолет попадает в аварию, в кабине зарабатывает катапульта. Летчик вылетает в небо и приземляется с парашютом. Обычная рогатка – это тоже катапульта, только очень маленькая. Будьте осторожны с этой игрушкой. Она опасна и для других, и для вас. Мы – фиксики за использование катапульты только в мирных целях! Папа, скорей! Там Нолика на Луну запускают! Что? А если я лунных фиксиков встретил, что им передать? Привет! И пусть тебя обратно запустят! Ну? Поехали! Поехали! Попускай! Стой! Куда? Фимка! Нолик! Я вылезу! Фу! Фу! Все целы! Ура! Он улетел! Кто улетел? А где папус? Не дает. Но мы не виноваты. Вы просто тяжелее Нолика, поэтому и попали в горшок. Папус, а может, еще раз попробуем? Что? Маскировка. Фух! Донес! Дим Димыч, а зачем тебе второй аквариум? Еще и без рыбок! Не аквариум, а террариум. Он не для рыбок, а для ящериц и змей. Фу! Меня просто Катя попросила за ним присмотреть, пока ее не будет. За кем присмотреть? Там никого нет. А-а-а! Кто это? Это хамелеон! Правда здоровски? Не надо его доставать! Вдруг убежит! Куда ему тут бежать? Ну и в чудище! А почему его раньше не было видно? Потому что хамелеон умеет прятаться, меняя цвет своего тела. Вы видели военную форму? Она защитного цвета, чтобы солдат был менее заметным. Люди научились маскировке в животных. Например, гусеница может прикинуться сучком, а морской конек веточкой коралла. Обыкновенный серый заяц в зиме становится белым, чтобы волк не заметил его на снегу. Но чемпион по маскировке – это хамелеон. Он умеет менять свою окраску за считанные минуты. Тим Димыч, а где твой хамелеон? Пропал! Не пропал, а замаскировался. Сейчас найдем! Кусачка, ты хамелеона не видела? И где он? Вы его видите? Нет, так просто его не поймать. А давайте мы тоже замаскируемся. Ага! И будем ловить его из засады! Только чем бы его приманить? Как чем? Едой. Что едят хамелеоны? Ну, разных гусениц, мух. А где мы муху возьмем? А что если нам... Что? Ну, Симка, я тебе это припомню. Это для дела. Смотри вам, какая гусеница. Тихо. Нолик, жужжи. Как? Как муха. И крылышками маши. А мне еще толку жужжать. Пока хамелеон не появится. Жужжи давай. А-а-а! Виндиныч, вот он! Хватай! А-а-а! Не стройте моего брата! Без милый сосей! Я его держу! А-а-а! Тихо! Попался! Зу-зу! Маскировка нужнее всего военным. Они пользуются маскировочными сетками. Перекрашивают танки в защитные цвета. Летают на специальных самолетах, которые не видны на экранах радаров. В общем, делают все, чтобы противник их не обнаружил. Но маскировка нужна не только в армии. Фотографы маскируются, чтобы сделать снимки диких животных. Модницы маскируют бледные лица косметикой. Художники маскируют серые стены. Яркими, веселыми картинами. А еще люди любят устраивать маскарады, надевая карнавальные костюмы и маски. Но, конечно, лучше всех умеют маскироваться фиксики. Помните как? Теперь не убежит. Ишь, хамелеон по маскировке чемпион. Вот бы мне научиться, как он. Норик, ты со страху все забыл. Ты же умеешь маскироваться в сто раз лучше. А, точно! Эй, чемпион! Смотри, как надо маскироваться! Конструктор? Дим Димыч, ты что в темноте сидишь? Так лучше видно! Смотрите! Ух ты! Красивый замок! Как из сказки! Нет, он из конструктора. Я его сам собрал. А давайте в рыцарей поиграем! И в злого дракона! Который заточил красавицу-принцессу в этот замок. Чур я, принцесса! Где же рыцарь, который спасет меня от дракона? Я тут! Я спасу тебя, Симка! Ты, Нолик, как-то на рыцаря не похож. И доспехов у тебя нет. Доспехи? Сейчас будут! Конструктор – это когда из одинаковых деталей можно собирать разные вещи. Соберешь, так выйдет дом, так машинка, а так космический корабль. Бывают детали из металла и соединяют винтиками. Пластиковые детали друг к другу прищелкиваются. В некоторых конструкторах детали склеивают. А еще есть магнитные конструкторы. Приложил две детали, а они раз и сами сцепились. Берегись, дракон! Спасите! Помогите! Ну где же вы, мой рыцарь? А где замок? Планету захватили роботы и разрушили замок! Ах, ты похитили меня! А ты еще принцесса? Принцесса, конечно! Спасай же меня скорей! Что это? Это же магнитный конструктор. А у тебя доспехи из железа. Вот ты и примагнитился. Димыч, так нечестно! Отвечи меня! Ладно! На помощь! Спасите! Помогите! Держись! Я виден! Только костюм сведет! Палетический конструктор Помогите! И я нежничная концепция! Ребята, вода старается играть, но детания. А это, еще что? Злой волшебник заточил меня в магический шар И теперь только храбрый рыцарь Я уже был рыцарем Ну сделайте им снова Ладно, но это последний раз И ничего не любите Симка, я сейчас Не вздумай сбежать Ну вот, все бросили бедную принцессу Симка моя сестра, старшая Поэтому любит меня поучать Но я не обижаюсь, потому что она очень умная и быстро соображает И технику знает лучше всех С ней всегда интересно В школе Симка, конечно, отличница Но не зубрила Я люблю двить наш класс Только смертью они не владат Из-за фаера Ну, вы понимаете Иногда Симка бывает слишком правильно Это нельзя Так нехорошо Но если придумать интересное приключение Она тут как тут Симка смелая и ловкая Она всегда первая И в огонь, и в воду В общем, классная у меня сестра Только вы ей об этом не говорите А то зазнается еще Недолго мне еще тут сидеть Эй, кто-нибудь Помогите Помогите Ясочка А ну, Мама, дай Брысь, брысь отсюда Вас на минуту нельзя оставить Вы целы Фу, похоже, да Ловик меня только что за правду спас Как настоящий рыцарь Скажешь тоже, рыцарь Да-да Ты достойным быть И защищать всех-всех девочек От вредных кусачек Клянусь Ту-ту-ту-ту-ту-та Доблестный пиксель Я посвящаю тебя в рыцаре Ура, ура, ура Ты Воздушный шар Нет, не попадешь Запросто Так каждый может А ты попробуй, чтобы мяч сначала от пола откачил Легко Ой, что мне от родителей будет Может позвать Симку Симка Ой, что нам сейчас от Симки будет Ну что, доигрались Мячом надо играть на улице Теперь придется люстру чинить А как? Туда только мой папа дотянется Почему только твой папа? У тебя же есть воздушный шар Он не летает Он игрушечный Это для тебя он игрушечный А для нас, фиксиков, самый настоящий Если какой-то предмет легче воды Он всплывает Точно так же любой предмет летит вверх Если он легче воздуха Всем известно Что горячий воздух легче холодного Поэтому для того, чтобы воздушный шар полетел Воздух в нем нагревают С помощью специальной газовой горелки И чем больше шар Тем больше людей он может поднять в воздух Я все понял Но ведь нужна горелка Чтобы у фиксиков не нашлось горелки Ха! Вот именно Снимай шар А я пойду уговорю родителей Нет, нет и нет Человеческий ребенок не должен нас видеть Ты же знаешь, Симка Мы не одобряем даже то, что он видит вас с Ноликом Он не будет смотреть? Ну, папус Ну ты же сам рассказывал, как тебя готовили к полету на космическом корабле Да Два года я был дублером Но так и не полетел И на воздушном шаре ты тоже никогда не летал Вот и договорились Я их уговорила Только одно условие Не смотреть Ладно Можно! Горелки, достать! Есть, достать! Разрешите взлет? Взлет разрешаю! Поехали! Ура! Полетели! Не смотреть, ты обещал! Ой, я нечаянно Приступаю к устранению неисправности Слежу за поддержанием высоты Все, они на месте Классная штука, воздушный шар Интересно, а кто его придумал? Братья Монгольфье Воздушный шар придумали в 18 веке Братья Монгольфье из Франции В те времена не было газовых горелок Поэтому воздух в шаре нагревали, сжигая солом Сначала на воздушных шарах не было пассажиров Не считая, конечно, фиксиков Без них ни один шар воздух не поднимешь К сожалению, имя фиксика, совершившего первый полет В истории не сохранилось После фиксиков первыми воздухоплавателями стали животные Баран, петух и утка И только после того, как эти трое Благополучно прилетели целых 4 километра На воздушных шарах отважились летать люди А воздушные шары с тех пор еще по-другому называют Монгольфьерами Ура! Тады! Тады! Здорово! Симка, передай своим родителям огромное спасибо! Ладно, кстати, можно уже смотреть Слушай, Симка, я тоже хочу на шаре полетать Ну нет, Нолик, тут нужна горелка А огонь детям не игрушка Я придумал! Мне же все равно шаг на место вешать Так я вас покатаю Ух ты! Класс! Симка, мы с тобой! Прямо как братья в Монгольфьер! Почему же одни братья? Ну ладно, как брат и сестра в Монгольфьер! Фонарик Где же он? Дим Димыч, ты чего ищешь? Фонарик А, вот он! А чем он тебе? С Катей! Хочу поболтать По фонарику? Ты его с телефоном не перепутал? Вы ничего не понимаете Мы с Катей секретный код придумали Один раз мигнул, означает привет О, Катя тебе тоже привет говорит А что означает два раза? Катя спросила, как дела? Сейчас отвечу ей, что хорошо Ой, что это с ним? По-моему, он не работает Да вижу я! А почему? Любой фонарик Это всего-навсего батарейка и лампочка Соединенные проводками А между ними выключатель Когда контакты выключателя замыкаются Батарейка начинает питать электричеством лампочку И она загорается Значит, если фонарик не работает То одно из трех Или батарейка села Или лампочка перегорела Или выключатель сломался А теперь от теории перейдем к практике Некогда уже переходить к практике Если я прямо сейчас не мигну Кате три раза Она подумает Что я не хочу с ней разговаривать И обидеться Ты только не волнуйся Мы тебе поможем Только запомогатором сгоняем И все Слышишь, Мася Какой-то странный шум Ага Слышу А, так вот, что это шумело Папус, нам нужен помогать Папа, починить фонарик Фонарик, говорите? А знаете ли вы, что ваш прадедушка Однажды проскакал много километров На попутной собаке Чтобы починить Один очень, очень большой фонарик Это какой? Который называется маяк Маяк Это такой огромный фонарик Который нужен для того Чтобы указывать путь корабля Люди используют маяки С глубокой древности Самый известный маяк Александрийский Его построили в Египте Еще до нашей эры Высота его была больше ста метров И древние греки Считали этот маяк Одним из семи чудес света В древности на маяках Разжигали огонь А теперь свет дают Мощный электрический ламп Многие современные маяки Не только светят Но и подают радиосигналы Благодаря этому Маяки видны кораблям и самолетам За много километров И те знают Куда им плыть и лететь можно А куда нельзя И благодаря подвигу Вашего прадедушки Тот маяк снова заработал И ни один корабль Не сбился с курса Синка А давай Не просто починим фонарик А еще и подвиг совершим Как прадедушка Ага Давай Как думаешь Эта собака Сойдет за попутную? Хватайся за меня Хватайся за меня Кусачка, фу, иди на место! Вот это был подвиг! Осталось только маяк починить! Дим Гилыч, давай его сюда! Какой еще маяк? Тот, который фонарик! А, он уже не нужен! Как не нужен? Как же ты скажешь Кате, что у тебя все хорошо? А я уже сказал, вот так! Не, ну мы так не договариваемся! Да! Мы что, зря подвиг совершали? Ну, если подвиг! Ладно уж, чините! Ура! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет!